Доброе утро! Сегодня у нас в гостях тренер спортивной школы «Центр» и клуба дзюдо «Каскад» Дарья Денисова. Дарья, доброе утро! Доброе утро, Ирина! Доброе утро, уважаемые телезрители! Дарья, вы инициатор таких двух проектов, как «Мой первый поезд дзюдо» и «Школьная лига дзюдо». Расскажите подробнее, что это за проекты. Это проекты, которые родились в нашем городе, в стенах нашего Сергиева Посада. Сейчас они работают под эгидой Федерации дзюдо России. Активно развиваются по всей стране. Уже более 150 школ входит и работает в «Школьной лиге дзюдо» и в «Мой первый поезд дзюдо». Эти проекты связаны между собой. В «Школьной лиге дзюдо» занимаются те дети, которые прошли проект «Мой первый поезд дзюдо». А чем связаны эти проекты? Я так понимаю, что вы работаете именно со школьниками. Да, это уникальный проект тем, что как раз это дети, которые занимаются в школе, которые не спортсмены, которые должны будут прийти в какой-то спорт. Связаны эти проекты тем, что изначально тренер спортивной школы, любой спортивной школы, которая есть, заходит в любую общеобразовательную школу для того, чтобы провести 10 уроков дзюдо в уроках физкультуры. То есть не отрывая детей от учебного процесса, не отрывая детей от их программы, особенно по гимнастике, дети учатся падать, учатся перемещением и различным моментам, которые нам нужны в дзюдо. И после этого, как только детки заканчивают эти 10 уроков, они получают свои призы, награды, и они могут попробовать себя в другом проекте «Школьная лига дзюдо». То есть это как второй этап проекта? Ну, можно сказать так, да. Хотя «Школьная лига дзюдо» зародилась раньше. То есть это второй этап сейчас уже считается, и уже очень, я говорю, много школ подключилось к этому проекту. Очень интересный. А, грубо говоря, какие задачи преследуют эти проекты? Ну, во-первых, естественно, вовлечение детей в занятия спортом, ну и непосредственно в занятия дзюдо. Вот. Уже из-за этого проекта очень много детей уже там пытаются заниматься настоящей борьбой, настоящим дзюдо. То есть детям понравилось дзюдо, и они пришли к вам уже после этих 10 занятий, грубо говоря. Да, я вам больше скажу, понравилось и родителям. У нас есть и родители, которые пришли на тренировки и тренируются вместе с детьми. Здорово. А расскажите тогда, как вообще организованы именно в школе вот эти занятия? Ну, я уже говорила, что приходит тренер в обычную общеобразовательную школу и предлагает такой проект. Ну, как бы дает подтверждение директора, дает подтверждение учитель физкультуры, потому что учитель физкультуры находится вместе с тренером во время уроков обязательно. помогает всячески, да, также и классный руководитель этих детей. Постоянно мы сотрудничаем, взаимодействуем всегда вместе. Вот. Дают свое согласие обязательно родители на то, чтобы мы могли с детишками заниматься. И вперед, проект работает. Каких успехов вообще достигли ваши подопечные? Ну, в нашем городе проект начал свое существование в 2020 году. Тогда была пандемия. В 2021 году прошли первые всероссийские соревнования по школьной лиге дзюдо. Сюда приехало 8 школ из разных городов России. И ученики, например, 8-й пересветовской школы заняли в старшей возрастной группе первое место. В младшей возрастной группе школа номер 15 была второй. То есть успехи вот с первых же минуточек существования этого проекта пошли вперед. Вот. Затем был у нас Оренбург, первенство России, где учащиеся школы номер 15 заняли третье место. Затем был новый проект такой сформирован на базе школьной лиги, который называется онлайн школьная лига дзюдо. Это детки показывают свое умение падать, перемещаться на камеру. Плюс там есть такой теоретический момент, когда судья на камеру задает ребенку вопросы. Ребенок отвечает, они чисто по теории дзюдо. То есть детки, обычные школьники, знают какую-то элементарную терминологию дзюдоистов. Качество дзюдоистов знают. Это классно, это очень здорово. Каких успехов достигли еще? Ну, например, за свои заслуги, вот школьный номер 15, Федерация дзюдо России два года назад подарила инвентарь для проведения мероприятий школьной лиги дзюдо и мой первый поезд дзюдо. Ну вот теперь в школьный номер 15 есть большой ковер. То есть дети сами заработали. Да, дети сами заработали. Это здорово. Ну вот сейчас нас посмотрят зрители, да, вот захотят, допустим, родители, может быть, директора школ, захотят поучаствовать в вашем проекте. Как это сделать? Все очень просто на самом деле. Можно обратиться в спортивный школу-центр, можно обратиться к старшему тренеру клуба «Каскад», можно обратиться ко мне с просьбой, чтобы у них провели такие же уроки. И все остальное это организовывает Федерация дзюдо России. Школа подписывает договор с тренером, с Федерацией дзюдо России, да, там трехсторонний договор, и запускаются уроки. Дорогие зрители, обратите внимание на этот проект. Он помогает не только вашему ребенку развиваться, но и приобщает его к спорту. Дарья, спасибо вам большое, что вы к нам пришли сегодня. И вам большое спасибо, что пригласили. У нас в гостях была тренер спортивной школы «Центр» и клуба «Дзюдо Каскад» Дарья Денисова.